Всем привет! Меня зовут Валерий Иванов и сегодня я нахожусь в городе Барлетто. Это юго-восточная оконечность Италии, город который стоит на самом краю Адриатического моря. Мы здесь уже находимся второй день, второй день заканчивается и два дня мы купались в море, балдели на песчаном пляже. Народу очень мало, русскоязычной публики практически нет. Виды Италии впечатляют в очередной раз. Это мое четвертое посещение Италии. Я бывал здесь и весной, и осенью, и летом в прошлом году, и летом в этом году. И каждый раз Италия открывается с новой стороны для меня. И каждая сторона восхищает меня своим великолепием. Барлетто город со стотычным населением, с огромным количеством храмов, церквей, ратушей и всего, что связано с религией, с католической религией. Городу более тысячи лет. Достоин в 1207 году. Джозеппо Гарибальди, национальный герой Италии, и многие итальянцы считают его своим личным героем. Я знаю просто много историй. У этого памятника каждый вечер собирается огромное количество итальянцев, начиная от трех-четырехлетних детишек и заканчивая стариками, возраст которых определить трудно. У них такой же преклонный и уважаемый возраст, как у самого города. Есть такая интересная национальная итальянская традиция, как поедание мороженого. Джилетерия является таким местом общего сбора итальянцев. Сюда собираются абсолютно все, от мала до велика. Каждый вечер огромные толпы народа набирают себе огромные цветные шарики обалденного итальянского мороженого и целыми вечерами сидят, поглощая эти великолепные продукты. В Италии, я думаю, что в Италии, пожалуй, лучшее мороженое из того, что я мог только есть. Это действительно потрясающее мороженое, и мы придаемся этим замечательным итальянским традициям и тоже каждый вечер ходим, набираем себе по многу шариков и делаем по несколько подходов за этим великолепным мороженым и сидим, слушая нашу любимую певучую итальянскую речь. Очередное путешествие по Италии. В этом году мы выбрали только Италию. Мы начали путешествие с Рима, прилетели в Рим и перемещаемся постепенно на самый юг. Сначала у нас будет самая юго-восточная точка Италии, это район Апулия, а потом мы перемещаемся в самую южную часть, в район Калабрия. И там проведем оставшиеся 10 дней. 10 дней в Апулии, 10 дней в Калабрии, после чего садимся на наши машины и перемещаемся обратно в Рим, в центр Италии, на самолеты и в Москву. Путешествие по Италии дает огромную пищу для размышлений. Во-первых, мы любуемся этой красотой. Во-вторых, посещение каждой новой страны, каждый новый город открывает огромные границы восприятия нашего прекрасного мира. Сидя на одном месте невозможно увидеть всю эту красоту, которая окружает, которая была создана людьми за многие тысячи лет существования человеческой культуры. Я постараюсь давать репортажи почаще из разных городов, из разных красот. Спасибо вам, что выслушали меня, спасибо, что посмотрели. Мы сейчас отправляемся в один из удивительных городов Италии, на экскурсию небольшую, 28 километров, в город Бари, где находится часть мощей Николая Чудотворца. Николай Чудотворец – это мой личный покровитель, это тот святой, которому я прихожу в церкви, которому я ставлю свечки, которому я посвящаю свои молитвы и которыми я обращаюсь за помощью и за советом. Всего вам хорошего, новых вам путешествий, новых открытий из города Барлетты, юго-восточная часть Италии. Валерий Иванов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok